Татьяна Викторовна, здравствуйте. Я хотела спросить про то, что курс доллара у нас, рубль укрепился после скачка, и все вернулось в те же рамки, но цены растут все равно прямо каждый день. А есть ли у нас связь вообще, зависимость между курсом нашего рубля и ценами в магазинах? И как-то Министерство экономики это будет регулировать или нет? Ну, во-первых, это компетенции Министерства антимонопольного регулирования, и цены – это их компетенция на сегодняшний день. Министерство экономики не занимается этим вопросом, но в принципе в макроанализе мы используем те данные, которые сейчас есть, для того, чтобы понимать балансированность экономики. Мы работаем в этом направлении. Ну, а какие у нас перспективы? Для того, чтобы сдерживать цены, на сегодняшний день приняты постановления, которые регулируют, ограничивают рост цен как на социально значимые товары, также на ряд плодовочной продукции, капуста, насколько я помню, еще там несколько видов продукции, плодовочной продукции. Есть ограничения формально образования в фармацевтической отрасли. То есть все эти вопросы контролируются, мониторятся. Ну, естественно, у нас страна открыта, и на сегодняшний день основным фактором является внешнее давление и импортируемое, то есть в производстве нашей продукции достаточно высокая составляющая импорта. И это основная причина, которая влияет на цену образования в Республике Беларусь. Вы видели последнее поднятие цен на сахар. А сахар-то наш, ну, то есть и свекла же наши, и заводы наши. А у нас граница с Российской Федерацией открыта, и на сегодняшний день, дабы предотвратить весь вывоз, а были факты, когда физические лица в приграничных районах вывозили по 3 тонны, покупая в магазинах, то есть цены выровнялись. То есть вы их повысили до уровня российских, получается? Да, до уровня российских цен. То есть для того, чтобы не вывезли теперь... Это единое экономическое. Да, ну получается, что теперь все белорусы должны заплатить за то, что у нас границы с Россией открыты. А может легче закрыть границы и жить более выгодно? Это ваше мнение. Да, это мое мнение. Мы живем... Это ваше мнение. Мое мнение, я считаю, что мы должны строить единое экономическое пространство и работать в едином экономическом пространстве по единым правилам. Это позволяет конкурировать с внешним миром. Вот интересный вопрос. Вообще мой вопрос о том, что вот курс рубля, он вообще реальный? Или все-таки реальность – это цены в магазине? Почему он так снизился? Вот когда он растет, мы все чувствуем. Ну сразу растет и бензин, и сахар, и всякие разные иностранные продукты. Но когда он снижается, почему-то ничего не происходит. Как это так? Вас не удовлетворяет вопрос снижения курса? Меня не удовлетворяет? Я не совсем понимаю ваш вопрос. Хорошо, мой вопрос. Почему снижение курса не влияет на нашу жизнь положительно? То есть почему цены назад не откатываются? А что такое жизнь положительную? А вы знаете, какой раз зарплаты, например, за два месяца? Ну нет. А сколько? По реальному выражению – 106,9%. 106? Все показатели – 106,9% с учетом инфляционного индекса. А без учета инфляционного индекса – около, по-моему, 117%. То есть на сегодняшний день рост доходов населения, вернее, зарплаты населения, компенсирует инфляционные те риски, которые сейчас и рост инфляционных. А вот когда вы говорите 106, это то есть если условно… 106 из 9 с учетом инфляционного индекса. Да, да, я понимаю. Это реальная заработная плата. Подождите, а конкретная цифра, например, ну, предположим, у меня была 1000 зарплаты, да, то 106% рост – это значит, стало 2060 или как? Или 6 это проценты? Нет, как вы считаете так? Я не понимаю, что значит на 6. Меня просто всегда убивает то, что у нас в газетах дают информацию, что рост составил 108%. Ну, каких же 108, если он реально 8 составил? Почему вы используете такие цифры, как 108? Если рост 108, а если пишется «на», то пишется «на» 8. Ну, да. Ты права? Боже мой. Если просто рост, то это 108%, то их составы приросли на 8%. А если «на» пишется, тогда пишется на 8%. А у кого зарплата выросла? Это у бюджетников выросла? Практически во всех отраслях. И у бюджетников ставка повысилась. Ну, просто я… И у пенсионеров на сегодняшний день с 1 марта на 7% повысились пенсии для того, чтобы нивелировать инфляционные. Государство принимает все меры. 7% от пенсии, которая там в 450-500 рублей. То есть это такие копейки, это капец. Но в моем деревенском магазине я две недели назад покупала один тот же набор продуктов, был 10 рублей, сейчас он 17 рублей. Это сколько процентов? Ну, то есть это точно не перекрывает рост в 7%, который там добавили? Я не знаю, какие вы продукты и что считаете. Я пользуюсь данной статистической отчетностью, которая есть на сегодняшний день, которая мониторит и дает информацию для расчета всех показателей. Есть определенные перечни, есть мониторинговая система выстроена. И таким образом делается подсчет. У вас есть еще вопросы? Просто я бы там разорвала один разговор для того, чтобы с вами связаться. Ну, у вас же прямая линия. Почему? Нет, конечно. Я просто спрашиваю. У вас есть еще вопросы? Да, у меня просто вопрос, ну, я понимаю, что вы делаете мониторинги, то, сё, да, но реально, то есть люди беднеют? Я не знаю, это в мониторингах. Почему реально люди беднеют? На сегодняшний день при прогнозном показателе, по-моему, 101,8, могу ошибиться. Реальные доходы населения за два месяца сложились на 2,2%. Это заработная оплата, плюс пенсии, плюс доходы от предпринимательской деятельности, плюс доходы от вложения капитала в банках. Почему люди беднеют? То есть... Потому что цены выше. На 2,2% реально, я подчеркиваю, это реальные доходы населения выросли. Это с учетом всех инфляционных цифр. А есть информация статистическая? Ну, потому что такая у меня реальность, то есть у вас статистика, у меня реальность. А вопрос про вот эту инфляцию, а с 24 февраля есть данные о том, сколько инфляция составила в Беларуси, чтобы сравнить с ростом? Нет, сейчас я не располагаю, но вообще инфляция ежедневная, по-моему, каждых 10-10 дней отслеживается по 10-дям компонентов. Сидит только ведет наблюдения и дает информацию. Ага, на сайте это можно поискать, да, такое? Отражает эту каждую неделю? Я думаю, по 10-днякам, по-моему, там отражается. Ага. Знаете, мне просто, ну, как напоминает вот разговор. Да, но вы можете промониторить сайт Белстата и получить достаточную информацию, которая в открытых предстоящих. Просто она как-то различается вот реально с тем, как все происходит и с тем, какие отчеты. Ну, это, конечно, это мое обывательское мнение, что вообще не соответствуют вот эти вот позитивные отчеты, которые постоянно выходят из разных министерств. А дороги разваливаются, а цены растут, и там даже билеты... А вам бы хотелось, чтобы они были негативные? Я бы хотела, чтобы они были реальные. Это подтверждается отчетами экспорт 120%. Да, есть некоторое снижение валов внутреннего продукта на 0,4% за счет определенных отраслей, при том, транспорта, строительства и сельского хозяйства. Угу. Вообще еще интересно, вот вы же как Министерство экономики должны больше всех родить за то, чтобы у людей были, ну, благосостояние росло, чтобы деньги водились, так сказать. Вот. А вы были против того, чтобы Беларусь вот влезала в такие сомнительные военные операции, которые дали нам такой урон по связям с внешним миром? Или вы в такие дела не вмешиваете? А вы ничего не спрашиваете? У вас это связано как-то с инфляцией или с доходами граждан? Естественно, связано. Ну, во-первых, проблем очень много стало, естественно. Для тех людей, которые, ну, ездили за границу, работали водителями, например. Это же тоже они потеряли доход на сегодняшний день. Наверное, как-то это переформатируется, но пока никаких конкретных нету. Как дальше с этим быть? Ну, вы же не можете игнорировать... Дальше просто работать. А где? А где работать? Каждый должен выполнять свой труд, свою работу на своем рабочем месте качественно и добросовестно. Вот это задача, самое главное. Каждый вам ожидание. Ну, это да. У нас на сегодняшний день, я боюсь... У меня месячный междаданность 97 тысяч вакансий. 95 тысяч вакансий. Работать есть. Да, я согласна. У нас в районе, в газете каждый месяц печатают вакансии, которые не занимаются, но просто... А в каком вашем районе? Октябрьский район, Гомельская область. И они не занимаются... А потом в эфир полностью выложили наш разговор. Я так понимаю, что наш разговор тоже будет слушать страна. Работа чиновников открытая и гласная. В этом нет никакой проблемы. Никакой закон не нарушают. Нет, у меня нет никаких проблем. Ну, так это хорошо. Так вот, у нас просто... В этом у меня нет никаких проблем. Так это хорошо. Никто же не против. Я просто хотела сказать, что... Я совершенно открытый человек. Это хорошо. Но я хотела про вакансии сказать, что в нашем районе они не занимаются годами, не могут найти людей, например, для работы на почте или в больнице, или еще что-то. То есть работать как бы есть где, но почему-то некому. И почему-то даже люди, которые не работают, все равно не соглашаются на эти вакансии. И в газетах пишут потом про них статьи о том, какие они нехорошие граждане, что они не соглашаются, а все равно где-то там подрабатывают. Ну, это такое, конечно. Ну, я против тунеядства. Я считаю, что каждый должен работать и нести создарную ответственность за общество, уплачивая налоги. Ну, так интересно, когда, знаете, вот наша же власть ни разу не менялась, и вот все, что-то нас ведут, ведут к хорошему будущему, а все мы никак до него дойти не можем. Все такие же разваленные колхозы, все такие же убитые дороги, все такие же бедные люди. Вот. А вы там отчеты пишете, и, конечно, это все. Знаете, есть такой анекдот, что, говорят, специалисты сказали, что мы стали жить лучше. Говорят, но мы не заметили. Но мы же не специалисты. То есть, получается, только по вашим отчетам все очень хорошо. А на самом деле, вот у нас в Октябрьском районе вообще нехорошо. Нет запчастей на машине. Ну, значит, мне нужно приедать. Хорошо, я приеду в Октябрьский район, поставлю себе в графике визитов, можем пообщаться в Октябрьском районе. Это было бы прекрасно, потому что, ну, действительно, проблема есть. Я же не пытаюсь делать хуже, да, то есть, или нарисовать какую-то... Нет, я полностью поддерживаю. Все пытаются сделать лучше, в том числе и я своим трудом и своим рабочим местом. Вот, я на это очень надеюсь. И я не встречала в министерствах и в правительстве людей, которые как-то думали иначе. Да, но вот так как я все-таки взяла на себя вот эту ответственность, скажем так, коллективную, да, потому что люди в Беларуси сейчас не могут позвонить от своего имени и задать некоторые вопросы, потому что они просто боятся. Почему не могут? Вы не знаете, почему? Каждую субботу проводятся телефоны. Естественно. И нет никаких проблем. Нет, но нет очень много людей. Это да, да. Всегда и обычно. Есть постоянные люди, которые звонят. Да, это есть. Но на самом деле все равно у многих есть вот эта самоцензура и страх то, что если твой адрес записали, имя записали, то потом ты можешь больше иметь проблемы, чем их решить. Я не знаю. Но это такое есть, да. Люди, которые хотят звонить и звонят постоянно. Я в госвертвенной службе работаю очень долго, на разных должностях работала и всегда общалась с людьми. У меня не было никогда никаких проблем. Иногда могут быть эмоциональные какие-то вопросы люди задают, потому что им необходимо пообщаться. Очень мне нравится, когда люди звонят конкретными предложениями для решения каких-то конкретных проблем. Ну да, но проблему конкретно решить очень сложно, потому что вот я даже пытаюсь узнать про то, почему у нас выросли цены на международные перевозки. Никто не может ответить. Эти транспортники отправляют в антимонопольное регулирование. Антимонопольное регулирование отвечает, что это распоряжение там Совета депутатов. С Советом депутатов нет никакой связи. И знаете, так как я часто разговариваю вот с разными чиновниками из разного уровня, самая частая фраза, которую я слышу, это не в нашей компетенции. И я не могу найти вот место, где же та компетенция, когда бы мне сказали, вот я могу ответить на ваш вопрос. Вот я такого ни разу не слышала. Поэтому есть вот это странное ощущение, что кажется, у нас много людей сидит и управляет, но на самом деле всё катится только в худшую сторону. Решения явно не в интересах людей сегодня принимаются. Ну это ваш субъект, субъективное мнение. Я считаю, что все решения и комплекс мер, которые принадлежат в экономике, и мы являлись всеми координатами работы страны, все те меры, которые предпринимаются и будут ещё предприниматься рядом с законодательными актами, мне кажется, и мне кажется, я просто уверена в том, что всё это делается на благо страны. Наверное, у каждого есть своё субъективное мнение, на которое налаживаются некие ощущения. Да, оно-то есть, но самая большая проблема, в том, что если ты реально не согласен, то у тебя только путь тюрьма, другого пути нет. Нельзя быть против войны. Вон в столе, человек вышел просто с бумажкой, на которой было написано «Нет войне, хватит убивать», его посадили, этого ксинза, посадили за то, что он на машину повесил, там нет войне. Ну, то есть, вы можете это игнорировать, конечно, но это на реальность не влияет. Можно себе придумывать, что вы делаете хорошие дела и всё у нас прекрасно, а на самом деле, конечно, если бы просто у нас был честно выбранный президент и чиновники, которых тоже прозрачно назначают на свои должности, то такой бы ситуации, конечно, у нас не было. А так у нас все присланы. Я считаю, Ольга, я вас услышала, я считаю, что у нас честно выбранный президент, я голосовала за этого президента и за этим человеком я поверну до конца своей жизни. Но это вот меня больше всего пугает, потому что я не понимаю, зачем за ним идти в то время, когда страна разваливается. У вас, наверное, есть дети. Ничего я словом в вашем аналоге я не понимаю. Вот вы много чего не понимаете, не осознаёте, и в связи с этим у вас такое мнение. Не очень просто жаль, мы с вами второй раз по этому поводу говорим, а я говорю, что лучший президент, это честнее, порядочнее президента. И тот сильный президент, который, несмотря ни на что, в различных ситуациях работает на благо нашего народа и делает всё для страны, для его развития, несмотря на те внешние вызовы, которые сейчас есть, мне очень жаль, что вы многое не понимаете. Мне тоже очень жаль, что мы друг друга не можем понять, но когда закончится лекарство или, например, закончатся запчасти, когда остановятся наши заводы, я надеюсь, что вы будете также горячо его поддерживать. А мне очень жаль, что вы ждёте, когда закончатся лекарства, когда остановятся заводы. А мы всё делаем для того, чтобы у нас было лекарство. Я надеюсь, что у вас получится. Я абсолютно не хочу, чтобы так было. Да, я вот очень хочу, чтобы вы были с нами и чтобы вы работали на то, чтобы у нас все заводы работали. С вами я быть не могу, потому что вы нарушаете закон глобально и частно. Вот я с вами быть, конечно, не могу. Но я надеюсь, что всё будет как-то выровняться. Но то, что сотворила Россия вместе с Беларусью в отношении Украины, это отвратительно. И, конечно, этого нам не простят очень долго. И нам не простит весь мир. И белорусы будут ещё очень долго разгребать, наверное, после вашей даже работы в госуправлении. Но на самом деле, если бы вы действительно думали о детях, о том, что сейчас в школах нет образования, а есть идеологическая муштра, о том, что сейчас люди потеряли возможность лечиться теми лекарствами, которые им подходили, то, что у нас пересадили вообще половину врачей, как так вышло, что, оказывается, у нас во всех структурах работали сплошь бандиты какие-то, преступники, какие-то экстремисты. То есть вся страна была экстремистов, оказывается, но что-то их только сейчас стали вылавлять. Но это просто ужасно. Я надеюсь, что вы просто не можете себе позволить говорить то, что вы думаете, чувствуете на самом деле, но это кошмар. Кошмар. Я могу позволить себе говорить то, что я чувствую. Ну, это хорошо. Это хорошо, да. Я на сегодняшний день, у меня четкое убеждение в моей правоте. И мне крайне жаль, что на сегодняшний день у вас совсем другое время. Хорошо. Но мне крайне жаль, что нашей страной управляют такие люди, у которых нет ни совести, ни моральных принципов, ни чтения законов, ничего. Вы говорите обо мне. Да, я говорю о вас, я говорю... Обо всех и обобщаю. Да, да, обобщаю, потому что... Но я считаю, что это оскорбление меня. Вы можете чувствовать так, потому что... Потому что я считаю, что я работаю честно, порядочно. А меня оскорбляет вот эта вся власть. И не считать своим личным... Я тоже чувствую оскорбление каждый день, да. Потому что я экстремистка несколько раз, да, хотя я просто учитель, но просто за то, что я не согласна, меня почему-то хотят посадить в тюрьму. И для меня... Я считаю это оскорблением. Я не понимаю, почему так происходит. Потому что я в этой стране не сделала точно ничего плохого. А то, что я просто хочу, чтобы... Конечно, вы не можете. Я не могу вам давать. Есть правоохранительные органы, которые дают оценку на сегодняшний день на действиям России Да, но имейте в виду, Татьяна Викторовна, что правоохранительные органы будут всегда, и когда-то правоохранительные органы дадут оценку и вашей работе, и другим чиновникам в том числе. А я не боюсь своих оценок любых правоохранительных органов. Это прекрасно. Хорошо. Работайте на благо. Надеюсь, что все получится. Но на самом деле создали себе проблемы, теперь с которыми героически пытаетесь бороться. Жалко людей, жалко стариков, жалко наших детей, которые не смогут в свое время найти хорошую себе работу. Ну, вот. Трубку она положила, насколько я понимаю. Ну, и вот. И это высшие эшелоны. То есть, ну, мне честно кажется, что она искренне говорит о том, что она говорит от этого только хуже. Конечно. Конечно. Нет.